Еще до прихода Гитлера к власти руководство СССР занимало откровенно враждебную позицию по отношению к Национал-Социалистической партии Германии и Гитлеру. Но после его прихода отношения уже с Германией значительно ухудшились, потому что Гитлер занимал воинствующую антисоветскую, антикоммунистическую позицию. Руководство коммунистической партии большевиков было возмущено теми репрессиями, которые обрушились на коммунистов, затем на социал-демократов и постоянно говорили о том, что Гитлер представляет собой не просто угрозу коммунистам, но и угрозу всему миру. Уже в мае 1933 года «Правда» публикует статью, где говорилось о плане Розенберга, которым излагались внешнеполитические задачи Гитлера. Розенберг считался одним из теоретиков национал-социалистов и возглавлял международный отдел нацистской партии. И он говорил о том, что в ближайшее время Германия должна объединиться с Австрией, совершить аншлюз, затем объединенная Австрия и Германия должны поглотить Чехословакию, затем должны исправить границы с Польшей, то есть занять познанское воеводство и другие земли, а затем Прибалтику. Наконец Розенберг ставил вопрос об Украине. То есть вот эта программа экспансии против на восток, против нашей страны, и Гитлер, надо сказать, в то время не высказывал таких планов. Но было очевидно, что отношения ухудшаются. Отношения ухудшались по всем линиям. Ухудшались торговые отношения, ухудшались культурные отношения, были сведены, конечно, до минимума. А затем, после начала гражданской войны в Испании, наши военные уже столкнулись с оружием в руках, с немецкими войсками, которые были введены в Испанию под видом добровольцев. И наши добровольцы тоже там сражались. Запад вроде осуждал какие-то эксцессы Гитлера, но надо сказать, что Запад довольно миролюбиво относился к установлению фашистского режима в Италии. Более того, очень многие говорили, что, наконец, Муссолини навел порядок. И когда к власти пришел Гитлер, то, критикуя Гитлера, в общем, на Западе думали о том, что он спас Германию от коммунистической революции. И Испания была показателем в этом отношении. Когда Советский Союз настаивал на том, чтобы все страны мира, в общем, оказали поддержку законному республиканскому правительству, западные державы стали проводить политику невмешательства. И Франция, и Англия, причем во Франции было правительство Народного фронта, но тем не менее возглавляла ее социалистическая партия, они постарались отмежеваться от республиканцев. Вот это уже было показательно. Затем, когда Гитлер стал реализовывать свою политику, свои планы, а, надо сказать, он сложил эти свои планы перед военными 5 ноября 1937 года на секретном совещании, тоже вот, расширение жизненного пространства Германии, правда, тогда в этом варианте он уже не говорил о захвате советских территорий, просто он бы напугал военных такими масштабами. Одним словом, когда был осуществлен аншлюз, захват Австрии, западные державы ничего не сделали для того, чтобы осудить эти действия, как-то протестовать. И, наконец, Гитлер стал делать угрожающее заявление в отношении Чехословакии. И Советский Союз недвусмысленно дал понять, что он готов прийти на помощь Чехословакии. Проходили консультации с представителями правительств Франции, Англии на этот счет, и мы говорили о том, что необходимо остановить Гитлера. Ну, и надо сказать, это была с точки зрения Гитлера авантюра. Чехословацкая армия была очень сильной, и требования Гитлера о том, чтобы Чехословакия отказалась от судетских областей, населенных немцами, это вызвало страх и у немецких военных. Они боялись этой войны. Когда немецкие войска подтягивались к чехословакской границе и шли через Берлин колонны, немцы высыпали на улицу и молча, мрачно смотрели на это. Ничего похожего на обстановку 2014 года, когда толпы берлинцев радостно приветствовали солдат, отправлявшихся на фронт. Нет, здесь страх, страх, что будет война. И в этот момент западные державы подписали в Мюнхене соглашение о том, что они соглашаются на передачу Гитлеру, гитлеровской Германии судетских областей. Чехословаков только поставили в известность об этом. Советский Союз был готов направить свои войска, но вместе с Францией, с которым у нас был пакт взаимной помощи. Но этого не произошло. То есть это был, в общем, акт вероломства. Вероломство и в отношении Чехословакии, но и в отношении союзника Чехословакии, Советского Союза. И на каком-то этапе, в конце 1938... Дело в том, что Польша присоединилась к этому походу против Чехословакии и присоединила, пользуясь вот этой обстановкой, небольшую Тешинскую область. Отношения между Польшей и Германией тогда переживали подъем. Гитлер и правительство Польши стали разрабатывать планы совместного похода на Украину. Вот это было осенью 1938 года. Французские дипломаты знали об этом, но не информировали советских дипломатов об этом, а советская разведка получала такие сведения, что вот опять сговор, опять Запад будет проводить политику невмешательства. Но когда Гитлер стал уже договариваться окончательно с поляками, то он потребовал, чтобы Польша согласилась на передачу Данцига, населенного немцами, но являвшейся такой самостоятельной территорией под контролем Лигой наций, передал в Германии. Поляки наотрез отказались. Тогда Гитлер потребовал, да, потребовал еще создания экстерриториальной дороги между основной частью Германии и Восточной Пруссии. Поляки на это тоже не пошли. Тогда Гитлер стал готовить нападение на Польшу. При этом его разведка и дипломатия убеждала, что никто не вмешается, никто не защитит Польшу. То есть бывший друг стал противником. Но кризис вокруг Польши медленно так разрастался, и советская дипломатия проводила консультации с Францией, и с Англией насчет того, чтобы принять совместные меры. Особенно это было в начале 1939 года. Проходили совместные консультации, мы писали письма. Английский историк Тейлора писал, что судя по тому, как быстро поступали письма от Наркомата иностранных дел СССР, в Лондон советы проявляли гораздо больше энергии и энтузиазма в этом отношении, чем Англия. Англия так тянула. Чемберлин не доверял мощи Советского Союза и сказал, что ничего, никакой помощи реально СССР не может отказать. Одним словом, он, и самое главное, он не хотел воевать из-за Польши. Вот эти консультации шли, но к концу июня они, в общем, зашли в 1939 году, они зашли в тупик. И тогда Жданов, видно по поручению Политбюро, написал большую статью о том, что вот Запад тянет с переговорами, никакой реальной готовности не проявляет к тому, чтобы создать какую-то мощную антигитлеровскую коалицию и ведет себя вероломно. В это же время наши дипломаты стали вести переговоры с Германией, потому что что такое тогдашняя Польша, в ее состав входили Западная Украина и Западная Белоруссия, это буквально в нескольких десятках километров граница проходит от Минска, ближе и к Киеву, и если бы немцы, захватив Польшу, вышли на эту границу, угроза была бы очень большая. Поэтому начались переговоры с Германией, чтобы как-то предотвратить вот эту угрозу или как-то вывести Советский Союз из-под удара. В это время СССР еще не был готов к войне. Военное производство в СССР увеличилось, возрастало 39% прироста ежегодно, но сил у СССР просто не было. И в этой обстановке Советский Союз, в общем, старался как-то предотвратить войну с Германией. Но западные державы все-таки откликнулись на настойчивое требование СССР, и переговоры начались, переговоры уже о военном сотрудничестве. В Советский Союз прибыли военные миссии Англии и Франции. Но, как потом отмечали, опять западные державы не спешили. Они ехали, не летели самолетом, а выбрали какие-то транспортные судна, которые медленно ползли от берегов Британии до Советского Союза, и прибыли только в августе. Когда начались переговоры, то выяснилось, что они полагаются в основном на то, чтобы Советский Союз оказывал поддержку Польше, а Англия и Франция готовы выставить сравнительно небольшую часть своих войск. Дальше. В это время Советский Союз начинает думать о том, чтобы как-то наладить отношения с Германией хотя бы по линии торговой. И начинаются вести переговоры, и заключен, приближается к заключению торговый договор с Германией. Но немцы, конечно, хотят, чтобы Советский Союз не направлял Красную Армию на защиту Польши. И тогда, когда был получен Германия... Да, немцы выступают по настоянию Гитлера, Риббентроп пишет письмо, где предлагает подписать Советскому Союзу договор о ненападении. Молотов отвечает, что это можно было бы продумать, но не в ближайшем будущем. Тогда Гитлер пишет письмо Сталину. Это был беспрецедентный документ. Вот лично к Сталину обращается с просьбой принять министра иностранных дел Риббентропа, и чтобы был подписан договор о ненападении. И проходит примерно двое суток. В это время, видно, в политбюро идут совещания, и Сталин отвечает Гитлеру, что он готов принять Риббентропа. Дело в том, что к этому времени переговоры с западными державами дошли до стадии, когда решались практические вопросы. Ворошилов, который руководил наркома барона, руководил в это время переговорами, он поставил вопрос. Для того, чтобы нам воевать против немцев, нам надо, чтобы Польша пропустила наши войска германской границы. Западные дипломаты готовы пойти на это. Они связываются с Варшавой и требуют, чтобы правительство Польши пропустило советские войска. Польша отвечает в надменно-шлихетской манере, что мы не допустим, чтобы какой-нибудь солдат Красной Армии топтал по землю Польши. Англичане и французы настаивают, но надменный ответ. И когда Ворошилов получает вот этот ответ, что вы можете объявить войну, но стоять на границе Советской Польши? Наши понимают, что это просто обман. Сначала Гитлер разгромит Польшу легко, а затем он начнет наступление против Советской Польши. И он дает понять, уже в это время Сталин отправляет положительный ответ Гитлеру, и Ворошилов говорит, что переговоры зашли в тупик. Конечно, конечно, они не хотели реальной помощи. 23 августа сюда прибывает Риббентроп. Переговоры идут очень долго. Они начинаются где-то в первой половине дня и кончаются за полночь. Поэтому, когда говорят, что договор был подписан 23 августа, вообще-то он был подписан 24 августа, потому что это кончилось чуть ли не в 4 утра. Переговоры Риббентропа был под сильным впечатлением того, как Сталин вел переговоры. Сталин не просто подписать договор, а согласие Германии на то, что мы подпишем договоры о ненападении со всеми прибалтийскими и взаимопомощи со всеми прибалтийскими государствами. И введем туда небольшие контингенты своих войск. То есть немцы уже не могут вторгнуться в Прибалтику. Гитлер идет на это. Риббентроп связывается по телефону с Гитлером. Гитлер соглашается. Последняя точка сопротивления. Венспилс. Создавать базу Венспилс или нет. Немцы сначала уперлись. Опять связывается с Гитлером. Гитлер говорит, да, пусть получает Венспилс, все что угодно. Пусть Прибалтика будет оккупирована советскими войсками. Ради бога, все что угодно, только пакт о ненападении. Ну вот, в 4 часа утра договор был подписан. Было выпито шампанское по этому поводу. Были произнесены тосты в честь Сталина и Гитлера. Все в порядке. И это был шок. Шок для всего Запада. Они так рассчитывали, что Гитлеру стремится на восток и там завязнет. Но этого не произошло. Гитлер тем временем перенес назначенное время нападения на Польшу. Сначала срок был 23 августа. Перенесли на 1 сентября. Но Гитлер самое главное рассчитывал, что как-то уладить с англичанами и французами. Через Геринга ведутся переговоры с этими странами. Потому что Гитлер правильно видит. Они не хотят влезать в войну. И он смело 1 сентября начинает войну. Вот эти надменное польское руководство принимает этот удар. И очень неудачно. Потому что первый же день была разбита вся польская авиация. Польские солдаты сражались храбро, замечательно. Но они не могли выдержать этих танковых армий Гудеряна и авиации Геринга. И Варшава была обречена. Дело в том, что во время вот этих переговоров был поставлен вопрос о том, чтобы в сферу влияния СССР входят 2 прибалтийские страны. Это Эстония и Латвия. О Литве тогда еще речь не шла. И часть Восточной Польши. И вот тут возникал вопрос, каким образом это произойдет. Значит, Гитлер соглашался на то, что будут установлены наши базы. Не оккупация, нет. Просто наши военные базы в этой прибалтийских двух государствах про Польшу. Вот как неопределенно, что вроде Гитлер не пойдет дальше. этой границы демаркационной линии. Демаркационная линия, которая включала Западную Украину и Западную Белоруссию. А дальше немцы успешно продвигаются в Польшу. И Риббентроп заваливает телеграммами Молотова, чтобы советская армия тоже вступила в Польшу и вступила в войну против Польши. А советская армия совсем не спешит, потому что, да, Молотов отвечает, что мы не готовы, что у нас нет, не проведена никакой мобилизации, мы не готовы к никаким военным действиям, и мы не хотели быть соучастниками этой войны. Но к 17 сентября, в середине сентября, польское правительство уже бежало из Варшавы. Оно находилось где-то в районе Люблина, а потом на румынской территории. И вот в этой обстановке наши испугались, что немцы действительно будут двигаться. Да, Риббентроп в одном из своих посланий уже сказал, что, собственно, немецкую армию уже трудно будет остановить, она будет двигаться дальше дебаркационной линии. И вот тогда в советском руководстве было принято решение о том, чтобы выдвинуться навстречу германской армии и остановить ее на дебаркационной линии. Кстати, она менялась во время вот этих соглашений, но сначала, но она с самого начала существовала. И было подготовлено заявление советского правительства, в который совсем не говорилось о том, что Советский Союз вступает в войну против Польши, а говорилось, что польское правительство не проявляет признаков жизни, оно уже не контролирует Польшу. И в этих условиях мы не можем бросить на произвол судьбы братский украинский и белорусский народ, который живет на восточной территории Польши. И мы, Красная Армия, готовы выступить на защиту братских народов Белоруссии и Украины. Приглашен был Шулинбург в Кремль, и с ним была проведена консультация по поводу этого заявления. Немцам не очень понравилось, что ни слова не говорится о совместных действиях, но и по настоянию Шулинбурга было исключено несколько обидных для Германии замечаний из этого заявления. Но вот так было публиковано заявление, оно прозвучало по радио, польского посла вызвали, заявили о том, что все, раз ваше правительство не существует, сейчас не с кем нам иметь отношения, и наши войска пересекли границу. Надо сказать, сначала, на первых порах их встречали просто как спасителей. Дело в том, что население-то было там украинское и белорусское. Еще во время советско-польской войны Сталин писал, что пока мы идем по территории, занятой украинцами и белорусами, нас встречают как освободителей от польских панов. Но не надо входить в территорию, занятую поляками. Тут нас встретят совсем другие люди и другой народ. Встречали хорошо. Войска Польши тоже проявляли растерянность. Какие-то польские, там, польская администрация Тарнополя приветствовала тоже советские войска как освободителей, спасителей. Но польские войска стали оказывать сопротивление в силу того, что спешно стали создаваться украинское и польское вооруженное сопротивление. Они стали вести борьбу против полицаев, которые в общем течение 20 лет угнетали и поляков, и украинцев. И Красная Армия втягивалась в эти столкновения. И несколько сотен красноармейцев пострадали вот в ходе этой борьбы. И наши брали в плен поляков. Это тоже было. А затем наши войска в целом без особых потерь заняли вот эти территории. А 28 сентября снова в Москву прибыл Риббентроп и был подписан договор о государственной границе. Вот демаркационная линия немножко была сдвинута в пользу Германии по Польше. И, кроме того, но за это наши войска объявили о том, что они намерены, то есть наша пресса объявила, что она намерена также установить добрососедские отношения с Литвой и подписать договор о взаимной помощи с Литвой с подписанием там этого соответствующего соглашения Ахабазов. На это немцы охотно пошли. Риббентропы даже наградили орденом Ленина. Так что все был, вот мир, дружба и так далее. Но в Советском Союзе не было никаких иллюзий. Уже была информация о том, что Гитлер только ждет, когда у него будут развязаны руки для того, чтобы по возможности начать продолжать войну. Дело в том, что уже примерно 3-4 сентября Англия и Франция наконец объявили войну, Германия. Наконец они объявили войну. Но это была странная война. Как позже говорил Сталин, не то воюют, не то в карты играют. Войны не было. И вот это тоже вызывало большое замешательство у советского руководства. Что это такое? Война или притворство? Отдельные вылазки, отдельные стычки, небольшие перестрелки, но фронт не движется. Эти французские войска и английский корпус, который высадился во Франции, они не ведут боевых действий. Подозрение, что не могут заключить какой-то мир. А тем временем военное руководство Германии очень боялось. Продолжать войну с Францией и Англией считалось безумием. И против Гитлера тогда перед Мюнхенским соглашением военные уже были готовы свергнуть Гитлера. Сейчас они возобновили свою подготовку по свержению. Гитлер сам метался. Он 27 раз менял свои планы, когда начать, наконец, наступление на Западном фронте. Дело в том, что вот только Риббентроп не успел до Риббентропа уехать, как уже шли переговоры между советским правительством и эстонским правительством. Прибалты были в ужасе, когда узнали, что Гитлер подписал договор о ненападении с Германией. Продал подлец, вот говорили эти эстонские деятели. Но Гитлер написал секретное письмо очень влиятельному человеку в Эстонии, Лайдонеру, который был главнокомандующим войсками, что потерпите, потерпите до середины 40-го года. Все образуется, все будет хорошо. Советы, да, войдут войска, но вас не тронут, а дальше все будет нормально. Ну и поэтому ли или по другим соображениям, но во всяком случае прибалты спокойно приняли эти предложения, шли переговоры между правительствами Эстонии, последовательно Эстонии, Латвии и Литвы, в которых участвовал Сталин. Там шел торг и по базам, и по количеству наших войск. Ну, например, там эстонцы никак, латыши никак не соглашались на то, что там будет, вот скажем, 20 тысяч наших войск. Сталин говорит, ну если там 10 тысяч, так вы все их перебьете. Латвийская армия достаточно сильна, чтобы перебить там 10 тысяч. Ну вот, переговоры все были решены, и вот когда договоры были подписаны, и наши войска вошли, то оказалось, никакой оккупации-то и нет. Наши войска вошли, спокойно заняли свои базы и не выходили за их пределы. Более того, малейшие случаи, которые могли вызвать у правительства этих стран подозрения, всячески пресекались. Мерецкову, который командовал нашими войсками, был нагоняй на политбюро за то, что разместили какую-то батарею на территории какого-то помещика без согласования с правительством и этой Латвии. То есть коммунисты в Латвии, Литве и Эстонии сидели по-прежнему в тюрьмах. Вся пропаганда коммунистическая была запрещена. И правительства этих стран, полуфашистские правительства, они чувствовали себя вполне спокойно, что все идет нормально. Они стали развивать отношения из Германии, а уже когда началась Советско-финская война, то прибалты, не скрывая, оказывали помощь финнам, медикаментами, тканями, еще чем-то. Шли добровольцы из Эстонии, наши на все это закрывали глаза. Но все изменилось летом 1940 года. Дело в том, что наше правительство исходило из того, что не может Германия быстро победить мощнейшую армию Франции, Англия. Вот просто этого не может быть. Правда, был уже такой близкриг Гитлера в Норвегию и Данию, когда буквально за несколько часов немецкие войска взяли Данию, а затем заняли ведущие центры в Норвегии, и, правда, завязнув немножко на севере. Но это немножко так насторожило наши войска и наше руководство. Затем вдруг 10 мая 1940-40 года началось наступление немецких войск на Западном фронте. И они успешно двигались. И вот 10 мая начало этих военных действий. 14 мая премьер-министр Франции Рейно звонит Черчиллю в Лондон. И Черчилля будет, что категорически было запрещено слугам делать. Но здесь было ЧП. И вот Рейно говорит, что французская армия разбита. Черчилль говорит, я не верил своим ушам. Лучая армия Европы оказалась разбитой. Что делается? Оказывается, Гитлер совершил такой марш-бросок сначала через нейтральные Нидерланды, Люксембург и Бельгию во Францию. Но затем он преспокойно прошел и знаменитую линию Можино, которой так гордились французы. И вот армия французская оказывается разбитой на пятый день войны. Да, они еще борются, они отступают с боями, но везде паника. Во Франции, Бельгии, в Голландии ловят блондинов, голубоглазых, считают, что это немецкие шпионы, пытаются их сжечь живьем. Но реального сопротивления немцам не происходит. На пятый день войны капитулирует Голландия, на седьмой день войны Бельгия. Затем немцы продвигаются во Францию. Это была неожиданность и для советского руководства. Потому что не ожидали. Все ясно. Западная Европа под пятой Гитлера. И вот тогда в советском руководстве понимают, что Гитлер не посчитается с этими маленькими контингентами советских войск в Латвии, Литве и Эстонии. Надо что-то делать. Вызваны были дипломаты этих стран, им было дано какое-то предупреждение. А затем, под не очень таким убедительным предлогом, наши войска, наша правительство заявило о том, что в Латвии усиливается подготовка к фашистскому путчу. И наши войска входят в Литву. В Литву, затем в Латвию и в Эстонию. Это уже большие части советской армии и с опозданием об этом сообщили и Шуленбургу, германскому послу. Немцам это было неприятно, но им нельзя было воевать на два фронта в это время. И они должны были закончить. Еще Париж не был взят. Он через день пал. Но еще оставалась Англия, угроза Англии. Еще французы не совсем окончательно капитулировали. И надо было, и англичане еще ведут какие-то арьергардные бои. Поэтому Гитлер не мог позволить. Он тоже боялся риска. Именно поэтому он испугался добивать английские войска под Дюнкерком. Гудериан мог сбить их в море, но Гитлер остановил Гудериана. Не надо, не надо. Мы еще можем договориться как-то с англичанами. Одним словом, ему не до Прибалтики в это время было. А наши войска в это время в середине июня с оркестрами, с пением тачанки, ростовчанки и катюши входили в эти республики. И их встречали на ура, потому что к этому времени население Эстонии, Латвии и Литвы узнало, что творится в Польше. А в Польше творился страх и ужас, потому что Гитлер мстил полякам за то, что они вот в эти пару недель довольно жестко действовали в отношении немецких меньшинств. Они сажали всех, гнали немцев в лагеря, убивали их на месте и так далее. И вот началась такая месть Гитлера. Гитлер поставил задачу, что Польша будет уничтожена как страна, как государство. Начались жуткие кровавые репрессии. Но когда генерал-губернатор Франк узнавал, что в Чехии генерал-губернатор Нейрот казнил там семи студентов, и по этому поводу в Праге были расклеены объявления, Франк смеялся, говорит, если бы я по поводу каждых семи поляков вывешивал объявления, в Польше не хватило бы леса, чтобы делать эту бумагу. Там счет был на сотни, на тысячи началось строительство лагерей. Загоняли интеллигенцию в лагеря не только еврейское население, но и поляков. Гитлер исходил из того, что этот народ должен быть в общем или онемечен, или уничтожен полностью. И в Прибалтике это знали. И вот как вступление советских войск – это спасение от этого страха и ужаса. И в Эстонии, в Латвии, в Литве встречали тепло. Происходили братания такие, навригия, и встречали их с цветами. Полиция по инерции пыталась разгонять эти демонстрации. Произошли стычки с полицией. Двое демонстрантов было убито. Но тогда, наконец, когда об этом узнали в Кремле, сказали, что надо как-то отдернуть. А в правительство оставались все те же, все те же фашистские правители. Правда, президент Литвы Сметан на всякий случай сбежал в Восточную Пруссию. А эти остались. И тогда Вышинский, который был эмиссаром в Латвии советским, он глава советской миссии. Вот он выступил с балкона в Литве, что в Рике он сказал, что наши войска приходят как символ дружбы, братства. Да здравствует братская дружба между Советским Союзом и братской Латвией. Ни о каком присоединении к Латвии и к СССР не было. То же самое в Эстонии. Президент Пяц разговаривал с Ждановым и говорил, что наш народ совершенно глупый, он бунтует, он требует какой-то. Жданов его заверил, что все останется по-прежнему, но только вам придется изменить состав правительства, чтобы в правительство вошли и коммунисты. Коммунисты сидели в тюрьмах и отпускают. Вот кого-то уже стараются ввести в правительство. Но вот эти разбушевавшиеся стихи, это все вылилось на улицы. Вот это проклятие в адрес этого 20-летнего строя, который, в общем, был, ко всему прочему, сильно коррумпирован. Особенно вот это литовский коррумпированный строй из Сметаны. В общем, народ требовал каких-то перемен. И с советской властью связывали какое-то наведение, порядка наведения какого-то нового, новых отношений. И требовали свержения этих фашистских режимов. Вот тогда было, наконец, в конце июня принято решение, что надо действовать в отношении, в направлении советизации. До этого посла Эстонии пробирал молотов, что вас понесло ветром советизации. Это посол просто организовал прием в честь 7 ноября посольства. Куда, говорит, вас понесло? Нет, здесь все, уже дело идет к советизации. И было принято решение провести везде выборы. Выборы в местные эти парламенты, в Думу, там, Литвы, я уже не... Сейм, кажется, Латвии, Сейм, Эстонии. Но выборы проходили в присутствии уже Красной Армии. И огромных вот этих толп, которыми руководили левые силы, главным образом коммунисты. Конечно, выборы дали преимущество народным фронтам этих, которые выдвинули своими кандидаты. А затем собранные заседания этих верховных органов, этих республик, они приняли решение о том, что они объявляют себя советскими республиками и направляют делегации в Москву с просьбой о присоединении к СССР. Вот никаких особых волнений, протестов против этого, никаких не особых, а вообще никаких не было в это время. Иногда были такие молчаливые демонстрации. То есть вот шли люди по улице с белыми цветами. Память о том, что вот они все-таки за белую власть. Ну, по мере того, как стали вводиться новые порядки, некоторым не очень это нравилось. Например, более жесткий режим на фабриках несколько не нравился трудящимся. Но, тем не менее, все было внешне спокойно. Правда, подпольно начинался рост недовольства, и все эти чиновники, члены этих партий, которые были у власти, представители аппарата, все они стали готовить какие-то действия против советской власти и связываться с Германией. Вот, зная об этом, НКВД стало проводить какие-то профилактические меры. Как всегда в то время, очень много было огульного, а эта огульность была везде. Как в это время во Франции сажали Леона Фейхтвангера, потому что он немец, когда немцы наступали. Леон Фейхтвангер, антифашист, ярый антифашист, его сажали. Вот здесь, здесь, здесь сажали там людей, заподозренных случайно, и где-то в июне 1941 года начались депортации. Вот эти все вещи сейчас, факты, реальные факты, они используются для того, чтобы доказать, что вот произошла такая, произошел захват этих республик. Все было значительно сложнее и интереснее.